Я не знаю, как жить в такой стране, где реально такие вещи происходят. Кругом одна коррупция. Кругом, куда ни пойди, везде какие-то проблемы. С одной из таких проблем Валерий Питерцев столкнулся, когда отправился продлевать страховку на машину и выяснил, без страхования жизни полис ОСАГО получить невозможно. Они говорят, что каждый полис завязан уже друг с другом. То есть полис ОСАГО автомобиля завязан якобы с полисом страхования жизни. То есть если они мне выдают полис ОСАГО, они обязаны куда-то деть полис страхования жизни. Ну и как бы страдает, как всегда, потребитель. Почему потребитель должен страдать, а для страховщиков ни указ, ни Роспотребнадзор, ни антимонопольная служба, съемочная команда Нотабена отправилась лично узнать у в конец осмелевших продавцов ОСАГО. Антимонопольная служба давно говорит о том, что первый вопрос. То есть если вы страхуете автомобиль, не обязательно страхование жизни? Нет, не обязательно. Мы это всем говорим. Есть выбор. Пишите заявление, копия документов прилагается. Две недели рассматривается. Спустя две недели страховщики не откажут в выдаче полиса. Попросят прийти за ним через несколько месяцев. Судя по всему, такая схема в Росгострахе уже поставлена на поток. Это подтверждает декабрьский отрывок интервью с автомобилистом Леонидом Грицаевым. С 17-го числа я пошел к ним. Я говорю, ну что, выписываем полис? Нет. Я говорю, в смысле нет? Вас записали на март месяц? Я говорю, в смысле на март месяц? Ну в прямом смысле, типа того, что я говорю, девочки, вы что, говорю. Тогда Леониду Грицаеву и еще одному водителю удалось получить полис ОСАГО только потому, что репортеры Нотабены отрезвили агентов Росгостраха. Но, очевидно, ненадолго. В антимонопольной службе Хакасии этому уже не удивляются. Полгода надзорники собирают доказательства картельного сговора между страховыми компаниями. Суд состоится через несколько дней. Если вина страховщиков будет доказана, их ждут многомиллионные штрафы. К слову, помочь построить обвинения для страховых фирм могут и сами водители. Соответственно, для того, чтобы в том числе и дело возбудить и Роспотребнадзору, то доказательства должны быть письменными, поскольку мы потом идем с этими штрафами, которые накладываем в суд, отстаиваем их правомерность. Да, мы возбудили дело, и если все-таки факты такие есть, пишите нам. Больше будет объема, больше будет доказательств дела. Пусть они будут. Алина Стусова, Владимир Байкалов. Новости. Седьмой телеканал.